Работы еще не окончены, а водители уже наслаждаются плавной ездой по новой дороге. На улице Геленджикская в селе Высокое Молдовского сельского округа уже заменили старое дорожное полотно на абсолютно новое. Теперь никаких ям и ухабов, как это было раньше. Последние годы, я не совру и скажу, что мы просто мучились, когда по этой дороге ездили. Даже лишний раз не хотелось из дома выезжать, когда я вспоминал, что у нас здесь было. Это касается каждого жителя. Откоренно говоря, многочисленное обращение граждан, многолетнее обращение, как бы ничему не проводили. Все изменилось после схода граждан, который глава города провел в селе Высокое в мае этого года. Тогда он пообещал, в октябре жители будут ходить и ездить по гладкому полотну. Слова не остались просто словами. Теперь свежему асфальту радуются и водители, и пешеходы. Большое спасибо за дорогу. Намного удобнее, лучше стало с колясками ездить, даже просто пешком ходить. Потому что раньше это просто невозможно было сделать. Даже с ребенком не выйти, не прогуляться, даже до магазина не сходить. Поэтому большое спасибо за эту дорогу. С новой дороги еще не ушли рабочие и тяжелая техника. Местные активисты пообещали всячески им помогать. Например, обустройство ливневок сельчане взяли целиком на себя в знак благодарности от имени всех трех с половиной тысяч жителей Высокого. Кстати, бригады уже приступили и к ремонту дороги, ведущие в липники. Вот эти трещины – результат постоянных оползней на этом участке. Проблема тоже очень скоро останется в прошлом. Всего же до конца года в Сочи должны отремонтировать 32 дороги. На эти цели из краевого бюджета выделено 210 миллионов рублей. Еще 26 миллионов – это уже средства из городской казны – потратят на ямочный ремонт 46 дорог курорта. Инга Габеши, Ольга Десятого, Владимир Киселев и Максим Каврегин, телекомпания ФКТ.